Новое утро продолжается. Сегодня мы поговорим о интересном. В гостях у нас сегодня Сергей Балдыханов, разработчик телеграм-ботов, в частности, чат-бота об изучении бурятского языка. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Расскажите, почему бурятский язык? Как это вообще так вот вам в голову пришло? Вы изучаете сами бурятский язык? В данный момент, да, изучаю. А вообще, пару лет назад пришла идея создать приложение по изучению бурятского языка. Но на тот момент у меня, так сказать, не было единомышленников. Точнее, я их искал, но, к сожалению, не нашел. Нужна была помощь материальная и помощь в продвижении, верно, да? Да, да, да. А вот вы сказали, что сейчас изучаете бурятский язык. То есть, не разговариваете сами? Разговариваю понемногу. Ну, то есть, не с детства вот? Нет, не с детства. Вот тем более тогда интересно, вот как пришла идея, вот именно бурятский язык, то есть вообще такая этническая тема? Ну, сам, как видите, я бурят. И я думаю, что наша национальная идентичность должна проявляться в первую очередь языком. Это первый признак нашей национальной идентичности. Прекрасно. Полностью поддерживаю вас, Сергей. Потому что, вот знаете, в наше время, мне кажется, вот даже вот наши с вами сверстники как будто бы немного стесняются родного языка. Вы такое не замечали? Как-то, знаете, вот как будто бы смеются сами друг над другом. И вот, допустим, даже приезжают в другие города и вот не могут поговорить. И как бы для них это, ну, такое, знаете, что-то, не что-то такое ужасное. Хотя вот я, например, с вами согласна, что родной язык очень важен. Да, я тоже согласен. Наверное, это не надо стесняться разговаривать на бурятском. Независимо от того, сколько ты знаешь слов и тому подобное, ошибаешься ты или нет. Ну, то есть можно выучить бурятский язык вот все-таки с нуля. Вот как вы считаете, можно ли или нет? Или все-таки вот уже если вот бабушка в детстве не научила, то все? Да, конечно, можно, потому что есть несколько примеров ярких. Это Сергей Санхядов. Он как раз был у вас тут. И Дмитрий Кушеев. Сергей до 40 лет не знал родной язык, а Дмитрий до 30, по-моему. Ну, то есть вот видите, да, вот просто для меня это, знаете, какие-то удивительные люди, вот которые просто вот в каком-то определенном возрасте вот решили, что надо. И выучили, вот решили и выучили. Ну, да, потому что, конечно же, это то же самое, как английский язык. Если есть желание обучаться, то можно изучить его быстро, моментально. Тем более носителей языка очень много. Мы в своей среде живем, в своей культуре, и поэтому изучать другой язык гораздо тяжелее, чем здесь родной. Ну, смотрите, Сергей, вот одно дело изучать родной язык для себя, другое дело нести это в массы, то есть как-то помогать населению. То есть кто тоже хочет изучать бурятский язык, вот вы этим занимаетесь. Расскажите про чат-бот. Мне кажется, просто, знаете, немногие вот из нас разговаривают на языке программирования. Вот что такое вообще чат-бот? Вот давайте с этого начнем. Чат-бот – это, так сказать, интерактивное приложение внутри приложения Телеграма. И там можно внести любую информацию, так сказать. Ну, которую, как бы, хочешь донести, да? Да, да, да. И вот я решил создать бота по изучению бурятского языка. Но помимо, у меня пришли идеи внедрить также статьи об истории, культуре, этносе, племенах, родах и также о религии бурят. Очень круто. Чтобы, ну, поверхностно люди знали, хотя бы прочитали, так сказать, уделили минут 10-15. Да заинтересовались хотя бы вообще во-первых. Да, конечно, заинтересовались. То есть помимо статей, там еще есть литература наших земляков АБГСР, это, так сказать, эпос наш бурятский, Хацаном Сараева есть, книга, роман того же Сергея Санхядова я включил в книгу. Волки. Да, Волки. Ну, то есть ваш чат-бот, он не только вот на изучение бурятского языка, он такой прямо вот какой-то обширный, такой многогранный, да? То есть с литературой, с культурой, с историей. Да, серьезно. А вот еще у меня вопрос, вот, Сергей. Чтобы создать вот такой чат-бот, вот просто в моем понимании разработчики чего-то, это что-то такое, знаете, вот очень на сложном, очень на умном. У вас есть образование программиста? Нет, у меня нет. В начале года я увидел то, что ведется набор на обучение по разработке чат-ботов без навыков программирования. И, ну, меня это заинтересовало, потому что я думаю... И вы обучились? Да, я обучился, особо тогда не знал то, что телеграм-обороты наберет такие огромные, как сейчас. И, ну, просто поверил, потому что заинтересовало меня. Ну, то есть можно этому обучиться, как бы не имея навыков программирования? Да, все верно. Потому что вот, насколько я помню, насколько я понимаю, вот это вот курсы по программированию, это вот что-то очень сложное. Это что-то вот связано с IT-технологиями. Знаете, это, ну, такое, мне кажется, нужен какой-то определенный склад ума, какие-то даже особенности темперамента, возможно, вот нужно быть как-то усечивым. Как-то вот это все вот компьютер, вот это телефон, это же сложно все. Ну, да, в принципе, вполне возможно, но тот конструктор, точнее, то, так сказать, тот сайт, где я разрабатываю боты, ну, максимально простой, на мой взгляд. Ну, не принижайте себя, то есть вы хотите сказать, что это несложно, то есть вот любой человек может создать чат-бот, хотите сказать? Ну, вполне, да, конечно. Даже я? Если, конечно. Главное, пройти обучение. Я не умею пользоваться Excel, если что. Ну, тогда будет. Тяжеловато будет, да? Ну, давайте, наверное, посмотрим, как выглядит чат-бот, мне прям вот очень интересно. Ну, и так, мы загрузили наш чат-бот на большой экран, и сейчас мы вам покажем, как это все работает. Вот, смотрите, Сергей, Сэм Байна, приветствую вас, пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. Вот у меня первый вопрос, как называется телеграм-канал? Бот называется АРАДЭСАЁЛ. АРАДЭСАЁЛ, что это, как это переводится? Переводится «Культура народа». Угу, все понятно. Вот, вы знаете бурятский язык? Я вот отвечаю, да, нет? Ну, вот не знаю, вот стыдно, но не знаю. Напишите, откуда вы, в смысле, ваше текущее местонахождение. Я пишу просто город. Да? Улан-Удэ, вот, например. Угу. Ваш пол женский. А вот для чего вот он это у меня спрашивает? То есть он как-то... Ваш возраст? Он что, хочет со мной познакомиться? Нет. Это просто сегментация предварительная. То есть на вот эти вопросы, которые ответили, уже по следующему делу. Вот появилось у нас меню, да, такое небольшое, об урятах, курсы, внести свой вклад обратно. Что значит, Сергей, внести свой вклад? То есть... Задонатить. Ну, да, и еще поделиться ссылкой со своими близкими, чтобы они так же делились в последствии. С чего нам следует начать, вот как вы считаете? Вот первый раз я вот в вашем телеграм-канале. Что мне нужно? Ну, я думаю, курсы, наверное, в первую очередь. Курсы, хорошо. Все на них акцентируются. Ой, ну вот здесь, слушайте, Сергей, я ничего не понимаю. Это название передач. Переведите, пожалуйста. Амиды халын – это живой язык. Бурядар, дуварьел. Ну, разговариваем по-бурядски. Там вторая часть. Удар бури – это каждый день. Зуб буру – это правильно или неправильно? Вот я хочу вот бурядар, дуварьел. Нажмите. Нажимаю. Это что такое? Так, это серии, постепенно, так сказать, передача серий, где обучают бурятскому языку. Что значит серия? А, вот так. Все понятно. И все, и мы просто смотрим уроки. Да. Каждый день уделяем этому время. И вот через какой примерно промежуток времени, вот, например, такая, как я, сможет выучить бурятский язык? Все индивидуально, мне кажется. То есть вообще все в формате видеоуроков? Да. Есть еще аудиоуроки, если нажмете назад. Назад. Вот удобнее, кстати, аудиоуроки. Кстати, очень удобно, друзья. Вот, например, кто всегда едет в машине, да, у вас, допустим, нет возможности вот сесть и полноценно провести время за телефоном или за компьютером. Можно прямо в дороге где-нибудь. Вот. Аудиоуроки. На данный момент от бурят.фм создано три аудиоурока. Пока что три. Я думаю, они, может, выпустят еще. То есть это будет пополняться всегда? Да. В зависимости, конечно, от создания. Когда создадут, тогда я пополню. Бурят. Слушайте, как интересно. Бурят.фм. Помимо также я еще полезные ссылки, как вот бурят.фм внес, чтобы люди, так сказать, знали. Вот, этносы племена и роды. То есть тоже ссылка на... Это не видео, это просто... Нет, это не видео, это статья, которую нужно читать. Скажите, Сергей, вот вы сами все это искали, информацию? Да, все сам. Я сначала не знал, где брать всю эту информацию. Потом посоветовался с Дмитрием, где лучше взять ее. Потому что, ну, так сказать, опыта не было и нет, так сказать, знаний. И я посоветовался у Дмитрия Кушеева. Он мне сказал, что можно в Википедии где-то все взять. Я послушал все его советы и внес всю информацию из Википедии. А вот вы не боитесь, что вот в Википедии может быть, например, какая-то недостоверная информация? Да, я изначально переживал, но потом... Перепроверяете как-то? Я прочитал статьи сам. Вкратце, честно скажу. Вкратце прочитал. Ну и подумал то, что, наверное, люди, эксперты, так сказать, это эксперты, скорее всего, вносили. Не буду говорить точно, кто, ну, точнее, не знаю. Скажите, Сергей, можно ли как-то отследить количество пользователей, кто вот уже есть в Телеграм-канале? Да, можно. Ну, администратором. Скажите, сколько? На данный момент около полутора тысяч человек. Ну, вот с одной стороны много как будто бы, да? То есть, с другой стороны, как будто бы мало, потому что сколько вот нас, таких не знающих родной язык, я думаю, на самом деле очень много. Да, на самом деле так. Можно ли как-то пригласить кого-нибудь, допустим? Вот я вот увидела, например, и скидываю ссылку просто. Да, вот во вкладке «Внести свой вклад». Это значит «Внести свой вклад?» Я сейчас попробую, я сейчас попробую. Внести свой вклад. Вот, пригласить друзей. Пригласить друзей. Все ли пользователи Телеграм имеют доступ к каналу? То есть, вот все, у кого есть телефон, у кого есть Телеграм, могут попасть в канал? К сожалению, нет, потому что нужно внести имя пользователя. А, я думала, скажете, внести определенную денежную сумму. Чат будет бесплатный, да? Да, конечно. Бесплатно. А юзернейм – это у нас? Имя пользователя. Дословно юзер – это пользователь. Нейм – имя. Да, и… А, это вот, который под собакой. Да, все верно. То есть, изначально его, кстати, по-моему, ни у кого нет, да? Нужно? Да, нужно его в настройках. И что будет, например? Ну, нет юзернейма, вот что делать? То есть, мне чат просто не откроется или покажет какую-нибудь такую картинку, типа вот такую там? Ну, покажет картинку, но с инструкцией. Для владельцев айфонов и для владельцев андроид. Да, будет прям картинки написаны как пошаговый, как нужно будет внести юзернейм. Скажите, Сергей, почему вообще вот именно вы выбрали вот формат именно Телеграм-бота? То есть, почему вот вы просто не создали какое-то сообщество в какой-то группе, вот ВКонтакте, например, том же, или тоже в Телеграме прямо сообщество, ну, где вот просто будете делиться информацией? Почему именно чат-бот? Вот чем удобен такой формат? Я думаю, это новшество, в первую очередь, новое, новое видение. И как раз-таки вся информация, которая находится в боте, она хранится, так сказать, под рукой. То есть, вы нажимаете, и вам выплывает определенная информация о сообществе. К сожалению, такого нет. Там все, так сказать, как лента обычная. Через два дня, через пару дней это все потеряется. Вот, если честно, я думаю, что вообще вот у разработчиков, вот именно чат-ботов, есть какой-то свой секрет. Не знаю, в чем это заключается, но вот почему-то очень удобно пользоваться вот именно ботом. Я вот не знаю, почему, я не знаю, как это работает. Ты знаете, вот как в игре просто нажимаешь, как бы выбираешь правильный вариант ответа, и как будто проходишь дальше. То есть, нажимаешь, и тебя выкидывает дальше. Я вот согласна, что ленту листать как будто бы энергозатратнее. Как-то вот это тяжело все, как-то очень тяжело это все воспринимать. А чат-бот, как-то, знаете, вот так все по полочкам, равномерненько. То есть, вот что вы посоветуете вообще в изучении бурятского языка? Какие должны быть, я не знаю, вот может быть тоже особенности ума или нет? Да, нет, конечно, главное желание. Желание. Да. В первую очередь желание и осознанность того, что нужно изучать бурятский язык. Потому что не ради того, чтобы просто общаться на бытовом уровне, кругу друзей, близких, родственников. Мы внесем себе, так сказать, код бурятский, генетический код, и нужно его развивать. Как прекрасно, Боже мой. Спасибо. Замечательные слова. Сергей, есть ли у вас какие-то еще планы, может быть, какие-то проекты, которые вы хотите еще сделать? Нет, пока нет. Наверное, только в коммерческом плане, если и будет предложение по созданию чат-бота для бизнеса. Ну, кстати, вот именно ваш чат-бот об изучении бурятского языка Радес Айол, это вот, знаете, такое что-то вот как попадение в яблочко. То есть, вот вы прямо задели боль, мне кажется, большинства населения. То есть, это такой очень полезный, очень такой нужный, наверное, продукт, который, в принципе, принесет пользу, я думаю, большому количеству нашего населения. Да, согласен. Я вам желаю дальнейших успехов. Спасибо вам большое за то, что вы создаете. И очень надеюсь и верю, что мы вас скоро еще где-нибудь услышим и увидим. Но новое утро продолжается.